Здравствуйте! Вы смотрите Дайджест новостей, произошедших в Оренбурге и области за прошедшую неделю. Правительстве области отчитались по освоению бюджета за 2018 год. Региональная казна впервые за 10 лет пополнилась почти на 91 миллиард рублей, а доходы превысили расходы почти на 12 миллиардов. В 2018 году в бюджет поступило 73 миллиарда рублей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. За счет профицита на 10% снизили государственный долг области. Теперь он составляет 22 миллиона. Традиционно основную часть дохода бюджета обеспечили налог на прибыль организации в 47%, налог на доходы физлиц в 25%, налог на имущество организации в 15% и доходы по акцизам. Главная причина значительного роста доходов – это достижение исторического максимума поступлений по налогу на прибыль организации – 34,8 миллиарда рублей. Причина – это благоприятная конъюнктура на рынке, обусловленная ростом цен на нефть марки «Юрлс», на сталь и положительные курсовые разницы. Расходы областного бюджета в 2018 году составили 79 миллиардов рублей. Значительнее всего увеличились расходы на общегосударственные вопросы – 23%. На них ушло больше 2 миллиардов. Поднялись расходы на национальную безопасность – 36%, культуру – на 23%, сельское хозяйство и здравоохранение. Уменьшили финансирование дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. 80% всех расходов на закупку товаров и услуг приходится на Минстройобласти. 5,5 миллионов рублей. После зачитки отчета в зале возникли вопросы, в частности, по поводу небольших зарплат работников госструктур. Да, у отдельного учителя может быть 15 тысяч рублей, если нет результатов, если просто… В частности, возникли вопросы, почему тогда постройку онкологического диспансера в Орске осрочили еще как минимум на год. По вопросам соблюдения бюджетного законодательства, Минфинам в прошлом году было проверено 8 министерств. По результатам проверки в бюджет области вернули 13 миллионов. Нарушения в большей степени касались Минстро и Минсельхоза. Счетная палата охватила проверками 8 миллиардов 703 миллиона. Из них 3 миллиарда 331 миллион был с нарушениями. Уважаемые друзья, 38% проверенных денег было с нарушениями. Управление финансами в Оренбурге получило первую премию за качество управления финансами. Оно управляло финансами настолько хорошо, что глава города Оренбурга в прошлом году сначала попал в СИЗО, а потом под домашний арест. Также на обсуждении вспомнили рекорд по уменьшению численности населения Оренбургской области. За год регион покинуло 14,5 тысяч человек. И падение рождаемости за последние 5 лет на 30%. Валерия Жарова, Максим Арарий, Городской телеканал ЮТВ. Первое заседание по делу Геннадия Борисова состоится 18 июня. Такое решение приняли в Ленинском районном суде. Также суд вновь избрал меры пресечения для экс-мэра и его заместителя. Следствие по делу Геннадия Борисова завершено и передано на рассмотрение в суд. Напомним, бывший заместитель Евгения Арапова обвиняется в покровительстве и получении взятки группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. 8 июня Ленинский районный суд продлил Геннадию Борисову домашний арест до 27 августа. Отметим, что экс-заместитель мэра Оренбурга активно сотрудничал со следствием и признал вину. В том же суде параллельно с заседанием по делу Борисова избрали меру пресечения Евгению Арапову. Продлить Евгением Арапову Евгению Сергеевичу строго домашнего ареста на один месяц, а всего до 10 месяцев и 24 суток, то есть до 8 июля 2019 года с сохранением ранее установленных судом запретов ограничений. Как запретить Арапову Евгению Сергеевичу уходить за пределы жилого обращения расположенного в поселок Раскашин? Судья частично удовлетворил ходатайство следствия, продлив Евгению Арапову арест до 8 июля. Адвокат экс-мэра заявил, что в течение трех дней примет решение об апелляции. Напомним, экс-глава Оренбурга обвиняется в многократных эпизодах получения взятых деньгами и недвижимостью. Евгений Арапов находился в СИЗО с 14 августа 2018 года. 6 января мера пресечения изменена на домашний арест. Следствие продолжается почти 11 месяцев. Анастасия Клесова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Городская прокуратура выяснит, почему памятник Ленину в сквере на Советской до сих пор не вернули на историческое место. Основание постамента должны были отремонтировать 7 месяцев назад. Один из самых первых памятников Владимиру Ленину был установлен именно в Оренбурге. Это произошло почти через полтора года после его смерти, в мае 1925 года. В прошлом году основание постамента из гранита дало трещину. Реконструкцией памятника занялась компания «Скип», известная городу своим опытом реконструкции спуска к Уралу. Однако ремонтные работы затянулись на 7 месяцев. В связи с затянутыми сроками обстоятельствами этого дела заинтересовалась прокуратура. Прокуратура города Оренбурга поступила к поручению прокуратуры Оренбургской области о проведении проверки, соблюдении законодательства об охране объектов культурного наследия и условия соблюдения требований контракта, заключенного на выполнение данных работ. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются ответственные лица, сроки и условия исполнения данного контракта. Более подробно, полностью информация будет представлена к 10 июня. Долгую реконструкцию подрядчик объясняет отсутствием полагающегося финансирования. Для восстановления постамента необходимо 183 тысячи рублей. Поскольку монумент состоит в реестре памятников федерального значения, средства закладываются из соответствующего бюджета. 21 января, в день памяти, был осуществлен сбор подписей. И у нас только за один день, за несколько часов проведения этой акции, собрано более 450 подписей граждан. На основании этого мы обратились к соответствующей инстанции, получили ответы о том, что памятник будет восстановлен в декабре 2020 года. В апреле на ограждении появился баннер с изображением памятника и исторической справкой. В тексте присутствуют орфографические, арифметические и исторические ошибки. Инициатором установки такого баннера было Министерство культуры. Собственник объекта – Росимущество. Сейчас 600-килограммовая бронзовая скульптура Ленина хранится в деревянной коробке на территории караван-сарая. Оренбургская область вошла в список самых грязных регионов России. Экологический рейтинг опубликовала общественная организация «Зеленый патруль». По данным организации «Зеленый патруль» за весенний период, Оренбургская область заняла 81-ю строчку. Главные экологические проблемы – загрязнение воздуха, выбросы сероводорода, несанкционированные свалки и работы региональных операторов по вывозу мусора. Мы узнали у горожан, замечая ли они ухудшение экологической ситуации в регионе. У нас много заводов, таких фабрик, которые пагубно влияют на нашу окружающую среду. Мусор выкидываем и вообще загрязняем. Я бы не сказал, что он сильно загрязненный. Очень жаль, что она загрязняется. Виноваты все. И мы сами в том числе. И плюс наше государство. У себя в Перми замечаю больше загрязненно, чем увозь. Я живу возле Урала, и у меня там дико воняет канализация. Я ничего больше не могу сказать, потому что у меня возле дома прямо находится такая огромная выгребная яма и огромная-огромная труба. Откуда льется, я не знаю что, и очень сильно воняет, и вода грязная. Загазонность бывает часто. Я на Чкалове живу. И там бывает, когда выброс где-то, наверное, за городом, и у нас бывает, что прям вздыхаемся. Напомним, Оренбургская область не первый раз находится в экологических двоечниках. Некоторые обвиняли организацию «Зеленый патруль» в необъективности составления рейтинга. В первую очередь, прямые обращения граждан к нам. Это ответы госорганов. Это информация из региональных СМИ. Мы принимаем жалобы, перепроверяя их, мы принимаем информацию ежеквартально. Нам все субъекты представляют свою информацию, которую они считают необходима, чтобы она в этом рейтинге была. Данные об экологии всех регионов можно посмотреть на сайте общественной организации «Зеленый патруль». Выбрав Оренбургскую область, можно узнать о событиях, которые оказали на экологическую ситуацию региона негативное или позитивное влияние. Какой парк благоустроит к 2020 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» станет известно 13 июня. В этот день подведут итоги нового интернет-голосования. Результаты первого аннулировали из-за накрутки голосов. На протяжении всего периода голосования на систему сбора голосов портала «Горсреда Оренбург» были произведены атаки как с использованием системы автоматической накрутки голосов ботов, так и попытки ручной накрутки голосов. Это создание на одно лицо множества адресов электронной почты и страниц в соцсетях. Три территории набрали наибольшее количество голосов. Это парк в 16 микрорайоне 3814, сквер детского творчества промышленного района 3723 голоса и сквер на улице Центральной в южной части города 3413 голосов. Всего в голосовании приняли участие 14,5 тысяч человек. В мэрии уточнили, что больше всего попыток накрутить голоса предпринимались в отношении парка ОДК ТРЗ – полторы тысячи. У других лидеров рейтинга зафиксировано 250 и 280 попыток фальсификации. На горячую линию портала «Горсреда.оренбург.ру» также поступали предложения от граждан о расширении списка общественных территорий. Оренбуржцы предложили внести восточную и западную набережную и озелененную территорию в районе улицы Березка. Напомним, что процедура интернет-голосования за выбор общественной территории для благоустройства с этого года стала ежегодной. Продолжение следует...